Открытый телеканал представляет. Мы еще не можем найти себя. Вы хотите сказать, вы должны сказать. Я думаю, что мы должны быть более кооперативны. Иногда этого не хватает. Когда я приехала, для меня город до этого момента, это были улицы, парки, море, дома. То есть я воспринимала таким образом его. Большая проблема всех людей в любом городе, в любом муниципальном городе, в том, что люди не имеют возможности друг с другом поговорить, друг с другом встретиться. И вот такая встреча состоялась в Шкелонском клубе Борнео. Сюда, по инициативе открытого телеканала, власти города и старожилы пригласили новых русскоязычных репатриантов, чтобы вместе за круглыми столами обсудить и попытаться решить их проблемы. Правда, круглых столов в клубе Борнео не оказалось. Но важна не форма. Среди гостей вечера и медийные лица. Жень, почему вы решили участвовать в этом вечере? Ну, во-первых, я хочу сказать, что работая на международном телеканале, RTVI, очень многие вещи ускользают из нашего, так сказать, от нашего внимания. И многие проблемы, особенно локального характера, социальные проблемы, проблемы каких-то экономического плана, проблемы интеграции репатриантов, это не всегда то, что интересует международную публику. И для меня вот возможность провести такой вечер здесь, в Шкелоне, это хорошая возможность почувствовать, чем живет часть этой большой миллионной общины. А эту часть, локальная проблема интеграции новых репатриантов, как видите, очень даже интересует. И сейчас я хочу передать слово человеку, который, наверное, глава мотор, наверное, этого мероприятия. Это заместитель мэра города, организатор мероприятия, Софа Беллина. Софа, пожалуйста. Я хочу сказать, когда говорят, Алия большая кончилась, она не кончилась, она продолжается. Вот этот формат, он открыт впервые. И сегодня, сидя за этими столами, постарайтесь понять друг друга. У вас есть референты, у вас есть модераторы. Это в основном успешные очень люди, которым есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. А может быть, вы им что-то подскажете, а может быть, вместе какие-то проекты в этом городе двинем. И люди, которые даже не были между собой знакомы, собравшись за одним столом, по очереди, не споря, не перебивая друг друга, таковы наши правила. С первых же минут стали обсуждать свои насущные проблемы, стараясь прийти к общему мнению, чтобы продвигать свои общие интересы. Ну вот мы только в начале вечера. Как вы думаете, чем он закончится? Во-первых, он закончится дружбой и солидарностью. Но я думаю, что каждый должен унести что-то с собой отсюда. Новые репатрианты, совсем молодые и свежие, должны унести с собой надежду. У нас такая тяжелая адаптация была, и вот эти ребята нам помогли, и теперь мы отрешили. Нас стало побольше как-то, все объединения, если мы можем помогать другим. И вот за столом, очень мне понравилось, говорили, что мы с удовольствием будем приходить, помогать, вводить в курс дела. Вообще, когда садишься за стол, а не находишься, скажем, вот когда депутаты стоят где-то на сцене, а все остальные в зале, это менее эффективная форма общения. Во-первых, это новый формат, и мне лично он очень симпатичен. Я уверен, что он принесет результат. И первые дискуссии они прошли, и очень плодотворно, я бы сказал. Я думаю, что это очень правильный проект, открытая студия. Я считаю, что это вот новая форма продвижения каких-то интересов в обществе, потому что все сегодня сидят подвешены в соцсетях, в интернетах, в телевидениях, а живое общение никогда этого не заменит. Я в стране с семьей всего лишь шесть месяцев, и, конечно, ухожу с этого мероприятия с надеждой на то, что репатриация для нас и адаптация в новой жизни, в новой стране станет легче после таких собраний. Вот такого формата за 20 лет я просто не помню. На самом деле, то, что здесь произошло, это потрясающе. Скажите, было ли что-нибудь такое за вашим столом, чего вы раньше не знали, а вдруг услышали? Естественно, мне люди вдруг... Я узнаю людей таких специальностей, которых я даже не знал, что такие специальности существуют. Например, как агроном, у которого своя ферма, которая что-то выращивает, живя в Ашкелоне, тем не менее. То есть и люди просто показывают и рассказывают, чем бы они могли помочь городу. Мы даже об этом не думали, что такое возможно. Например, та же самая ферма, которая может что-то дать городу. Это просто здорово, замечательно, и нужно такие встречи повторять чем чаще. Сегодня у меня такое ощущение, что я душу города увидела, потому что за нашим столом были старые репатрианты, люди с удивительными судьбами, интересных очень профессий, очень разносторонние. И они делились такими вещами, которые я никогда не переживу. То есть они приезжали во времена, когда было намного тяжелее. Я увидела, сколько они уложили труда. И теперь я вот понимаю, что я завтра, например, встану с утра, выйду на улицу, и я город буду видеть уже через них, через призму их лиц, их судеб. Для меня это немножко откровение, поэтому я очень рада, что я побывала сегодня здесь. Пожелаем же мы Решкелона и всем его жителям всегда смотреть на свой город через такую же светлую призму.